Здравствуйте! На телеканале Индекс программа PostFactum Мы расскажем о том, что произошло в нашем регионе за последнее время Жительница Барановичского района вместо порчи сняла цепочку и серьги В дело пришлось вмешаться с сотрудником милиции Подробнее в первом материале выпуска В Барановичский ГОВД обратилась 61-летняя местная жительница С заявлением о том, что неизвестная женщина завладела золотыми изделиями ее 16-летней дочери Причинив материальный ущерб на сумму около 5000 рублей Заявительница рассказала, что накануне, ожидая общественный транспорт Вместе со своей дочерью, к ним подошла женщина, с которой в последующем завязался разговор В беседе с Барановчанкой мошенница узнала о невзгодах со здоровьем И убедила, что все это следствие заговора И данные проблемы можно решить через ритуал Поверив в сказанное, потерпевшая пригласила неизвестную к себе в квартиру Находясь по месту жительства, Барановчанка отдала незнакомке золотую цепочку с подвеской и золотые серьги дочери Которые якобы были необходимы для использования в ритуале Затем женщины договорились о встрече на следующий день Однако никто так и не пришел Сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение фигурантки Ею оказалась неработающая 61-летняя жительница Барановичского района Похищенная изъята и возвращена владельцу Мужчина в порыве алкогольного опьянения неоднократно избивал своего брата В данное дело вмешались сотрудники правоохранительных органов Барановичской межрайонной прокуратуры изучены представленные Барановичским ГУВД Материалы проверки в отношении 45-летнего жителя города Барановичи Который в состоянии алкогольного опьянения в марте 2023 года по месту жительства Избил своего родного брата, причинив ему легкие телесные повреждения Повлекшее кратковременное расстройство здоровья Кроме того, мужчина злоупотребляет спиртными напитками Ранее неоднократно устраивал скандалы со своим братом, в ходе которых избивал его При этом пострадавший боялся написать заявление о привлечении виновного к уголовной ответственности Поскольку был им запуган Барановичским межрайонным прокурором с учетом полномочий Предоставлено к уголовному процессуальному кодексу Республики Беларусь В отношении виновного возбужденного уголовного дела По сути 153 уголовного кодекса Республики Беларусь Средоумышленное причинение легкого телесного повреждения Санкции данной статьи предусматривают наказание до 3 месяцев ареста Для производства предварительного следствия уголовного дела Направлено Барановичским межрайонным отделом Следственного комитета Республики Беларусь Очередное уголовное дело по факту оскорбления президента Республики Беларусь было рассмотрено в суде Барановичского района и города Барановичи Барановичской межринной прокуратурой поддержано государственное обвинение в отношении 36-летнего жителя города Барановича который совершил публичное оскорбление президента Республики Беларусь Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый в период с 2020 по 2021 год находясь по месту своего проживания, используя в качестве средства совершения преступления свой мобильный телефон разместил в социальной сети одноклассники на своей открытой странице пользователя оскорбительное изображение президента Республики Беларусь Как и на этапе предварительного следствия, так и в самом судебном заседании обвиняемый признал свою вину в полном объеме С учетом позиции государственного обвинения представлены доказательства данных в личности обвиняемого Отвецательная характеристика по месту его жительства недократное привлечение к административной ответственности а также степени общественной опасности совершенного преступления Суд Баранского района и города Барановича постановил в отношении жителей города Барановича обвинительный приговор В основании части 1 статьи 368 Головного кодекса ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима В Барановичах в дорожно-транспортном происшествии погибли водитель и пассажир мотоцикла По данным следствия, 24 сентября около 19 часов 52-летний мужчина, управляя сидельным тягачом с прицепом двигался по улице 50 лет в ЛКСМ В определенный момент он начал поворачивать налево В это самое время во встречном направлении двигался мотоциклист с пассажиром К сожалению, избежать аварии не удалось Мотоцикл врезался в чагач В результате ДТП 29-летний водитель мотоцикла и пассажир погибли Водитель фуры не пострадал Восбуждено уголовное дело по части 300 и 317 Нарушение правил дорожного движения лицом Управляющим транспортным средством Повлекшее по неосторожности смерть двух лиц Уголовного кодекса Республики Беларусь Барановичским ГУВД разыскивается строго Алексей Сергеевич 1993 года рождения Просим граждан, которым что-либо известно о местонахождении данного гражданина Или располагающих какой-либо информации о нем сообщить в Барановичский ГУВД по телефону 102 Или в отдел уголовного розыска по телефону 48 47 15 А также 48 48 16 Днем 25 сентября поступило сообщение о мужчине 1974 года рождения, который пропал в лесу возле деревни Неччин Ляховичского района Для поисковых работ были задействованы 13 единиц техники, 36 человек Из них 7 единиц техники и 14 работников МЧС К счастью, поздней ночью мужчину живым обнаружили волонтеры ПСО «Ангел» Это все, что мы хотели рассказать Оставайтесь с нами и берегите себя Редактор субтитров А.Семкин